здрасьте друзья я сегодня не буду вас мучить никакими вступительными словами эта информация у нас в описании ролика поэтому просто смотрим слушаем запоминаем своем мнение включаем программку и принимаем звонки от взыскать и которые звонят нашим клиентам а клиенты сбрасывать элементарно все просто а вот здравствуйте здрасьте это я я услышал что вы из департамента просроченной задолженности с какого конкретно министерство не разобрал я про министерство ничего не говорил департамент подразделения наши называются подразделение какое вы сказали представили сказали департамент чего департамент я спрашиваю какого блин организации какой неужели тяжело понять что интересует не вывез сразу тут же только нагружать начали сразу не могу это друзья позвольте почитаю комментарий сижу комментарии смотрю на ну и жду звонков заодно значит человек под ником булоги мэри 1094 пишет такой комментарий работаю вссп знаю как работают коллекторы сначала подают на относительно так называемого долга но я прям как написано так и читаю маленькую сумму как правило это десять тысяч плюс 200 рублей госпошкина или 20000 плюс четыре трон для госпошкина если наша служба взыскивает попадают тут на все оставшуюся сумму прощупывают людей на платежеспособность удивляет что суды принимают эти решения штампуют эти судебные приказы массово хотя уже удивляться нечего я расшифровал сейчас алло я вас не слышу алло алло здравствуйте меня зовут елена александровна ведущий специалист департамент взыскания просроченные задолженности арфа банка дмитрий геннадьевич 49 дней у вас задолженность по кредитной карте в арфа банке сумма оплатить составляет в обход ареста 5300 рублей по какой причине вы задерживаете оплату своевременно не вносит фамилию мне хочется о вашей фамилии поговорить как вы можете запретить это делать вы считаете что я хочу я хочу происхождение вашим поговорить как такая фамилия появилась у человека оказал не будем разговаривать цель моего звонка это ваша задолженность это ваша цель а цель а моя цель поговорить о хронологии возникновения этой фамилии Ваша цель оплатить что панчу сумму по 8300 граждан в свободных цене выяснили я хочу понять как может так могут звезды сойти что человек с такой фамилией оказался на должности взыскателя в арфа банк ну или каком-нибудь другом а вот бездушно это очень круто есть контакте хочу на физиономию вашу посмотреть мне кажется вы на дарт вебера еще похоже да дмитрий геннадьевич это в отношении к вашим долгам вообще абсолютно не умеет не иметь никакого если вы меня пытаетесь задеть как вам этого не удастся человеку с долгами но абсолютно меня никак не задеть А я не пытаюсь никого задевать как можно обижаться на собственную фамилию просто есть четко конкретно как-то сделать чтоб меня задеть ну абсолютно это бесполезно последовательность до возникновения в роду да то есть были какие-то люди которым все таки такую фамилию дали по какой-то причине и это до такой степени генетически отложилось что дошло до сегодняшних дней авиа мечи да 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 вот мои родники чижиков ловили ну да ну ваще были бездушные конечно да дмитрий геннадьевич Наверное, тоже ростовщиками были, и лет 300 назад им бошки отрубили на площади, как в Европе раньше было. Ростовщиков берут на площадь публично, сначала бочки с дерьмом везут через весь город, а потом выгружают и башко отрубают ростовщикам. У вас, конечно, хорошая, Дмитрий Геннадий, хорошая фантазия, но почему она вам мешает оплату по долгам? Потому что вы не можете составлять слова в предложениях в связи с тем, что разволновались. И на самом деле, как бы вы там ни говорили, что вас это не трогает, вас сейчас выворачивает наружу, по стрингам течет, ну или по желтым трусам уже таким застиранным. Ну что поделаешь? Спорим? Давайте поспорим, что вы первая трубку положите, будете нервничать, в отличие от меня. А я-то вас через две минуты забуду, даже через минуту. А вы будете нервничать, психовать. Долгами меня не заденет. Ну понятно, говорить-то можно все, что угодно. Я же слышу по голосу, по тому, как вы нервничаете. Это же даже не психологу, понятно. Кричите, перебивать пытаетесь. Голос такой визгливый стал у вас. Это же все понятно. Я не буду на эту тему разговаривать с вами. У вас ничего не получится. Помимо того, что вы носите фамилию Бездушная, я вам еще хочу заявить, что вы еще и беспомощная. Дмитрий Геннадьевич, это ваше мнение. Конечно, мое мнение. А я ни в коем случае не пытаюсь заявить, что это мнение кто-то мне навязал. Это мое мнение, основанное на моих выводах. Вы беспомощная. То, что бездушная, это уже ваша инициатива. А вот то, что беспомощная, это мое мнение. Я вам пообещал, что на эту тему мы разговаривать с вами не будем. А вот на тему о том, откуда взялась такая фамилия, человек с такой фамилией, на такой должности, я с удовольствием поговорю. Итак, я слушаю ваш ответ. Давайте поговорим о вашей фамилии. Давайте вести конструктивный диалог. Если вы не готовы вести конструктивный диалог, тогда давайте настраивайтесь на диалог. И как только будете готовы, перезвоните мне. Я вам перезвонить, конечно, не буду. А вы, пожалуйста, перезвоните, госпожа бездушная. Вы сейчас о чем говорите, я не пойму. Я ничего не понимаю. Зачем вы эти цифры называете? Для меня ничего не значит. Никакой связи я не вижу в том, что вы вот эти цифры называете. Мне неизвестно эти цифры. Я совершенно абсолютно нейтрально отношусь к этим цифрам. А вот к фамилии бездушная и еще к статусу вашему беспомощная, мне прям хочется обратиться, крикнуть вам. Почему так? 50 рублей, когда будете оплачивать по кредитам? Что надо оплатить? 50 рублей вам необходимо. Хорошо, давайте, знаете, как поступим. Вы сейчас со мной поговорите полноценно, минут 5-10. Потом скинете свой номер личный телефон. Я вам прям туда переведу эти деньги. Хорошо. Итак, откуда взялась такая фамилия? Вы воспитывались без отца или от отца получили эту фамилию? Или эта фамилия от мамы пришла? То есть по какой линии? Мне интересно, от отца идет это все или все-таки от матери? Ваши сотрудники, ваши задолженности, моя коллективная. И скорее всего, если у одного родственников идет фамилия бездушная, то значит у другого скорее всего беспомощная. Как ваше имя и отчество, напомните? Напомните ваше имя и отчество, пожалуйста. Стендап это не ваше, Дмитрий Геннадьевич. Я и не пытаюсь. Кстати, не мне судить. И вы, кстати говоря, сейчас не можете заявлять такие простые вещи, потому что вы не зритель, вы участник спектакля. Поэтому зрители сами оценят стендап, это мое или не мое. А как актер, ответственный за комедию, за клоунаду, за смех, ну это вот уже ваша роль. Поэтому давайте я сейчас у вас в очередной раз уточню. Ваше имя и отчество? Дмитрий Геннадьевич. Нет, это мое имя, а ваше? А ваше, пожалуйста. Просто напомните, кстати говоря, по закону вы обязаны хоть 10 раз повторить это по моему требованию. А почему вы заикаться стали? Я же говорил вам, обещал, вам придется уйти со связи. Я, кстати говоря, не сам никогда не выключаюсь, когда с сотрудниками банка говорят. А давайте так сделаем, вы будете бездушная, как вот мамин сибиряк, лебедевку мач, бездушная беспомощная. Не получилось, да? Бездушная беспомощная. Ты сделал он наш день. Можешь записать в актив. Кстати говоря, я трубку не положу. Я знаю, что там у вас происходит. Если клиент сам не выключается, вас прослушивают и вам ох, как это не нравится. Ох, как не нравится. Ну, за этот разговор вас не накажут, госпожа бездушная беспомощная. Ну, поугарать поугарает. А вам будет не по себе. Вы будете делать вид перед своими коллегами. Вам все равно. Но на самом деле у вас будет на части, госпожа бездушная беспомощная, разрывать. Ладно, на линии посидите. Я параллельно звоночек принимаю, а вас оставляю на связи. Так уж и будет. О, я вас слушаю. Здравствуйте, меня зовут Давыдова Анастасия Юрьевна, ведущий специалист в апартаменте взыскания просроченной задолженности Альфа-банка. Да, слушайте, госпожа Давыдова. Знаете, вы такую сотрудницу по фамилии бездушная-беспомощная. Прямо так вот представилась. Какая-то там была тоже девушка. Она звонила мне, кстати говоря, непонятно почему она мне здесь. Давайте мы вернемся к теме разговора. и я продолжу. Она мне сегодня звонила, и вы еще сегодня звоните. Это же нарушение закона. Так же нельзя себя вести. Вы же не можете более двух раз в неделю, более одного раза в день. Вячеслав Леонидович, послушайте. Вы сегодня ни с кем не разговаривали. Это во-первых. Фамилия, госпожа, бездушная, беспомощная. Не говорите со мной одновременно. Почему не надо? Это вы со мной одновременно говорите. Вы самым беспардонным образом меня перебиваете, госпожа Давыдова. Не отвечайте на вопрос, на войну. А почему это происходит? Да потому что вы не знаете, что ответить. Вы думаете, что вы будете доминировать, но вы даже не поймете, как из разряда претендента на доминирование вы перейдете в разряд нервничающего человека. Давайте проверим. Сейчас я вам дам форум немножко. Вы сейчас скажете из скрипта что-то произнесете. Вот будете готовы к конструктивному геологу, перезвоните, пожалуйста. Кстати говоря, сейчас самая неприятная новость для вас. Я трубку не буду вкласть. Вы первое положите трубку. Ну и что вы там кладете? Выключитесь первое. И еще, почему Альфа-Банк так активизировался? Как не послушаешь YouTube. Альфа-Банк, 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 Альфа-Банк. Что там у вас происходит в Альфа-Банке? Выключились. Огя, выключились. Та очень долго на линии сидела. Буквально за 30 секунд до этой выключилась. Все слышала. То, что мы сейчас говорили. А правда, что вы посмотрите, что у блогеров. Альфа-Банк, Альфа-Банк. Может кто знает, что там происходит? Альфа-Банк, Альфа-Банк, Альфа-Банк. Магомет. Судебный приказ мировой суде обязывает принять от кого угодно. Я много раз говорил, я могу сейчас на любого из вас. Конечно же, это такая сумасшедшая гипотеза. Выпустить судебный приказ, зная ваши данные. Написать заявление о выпуске судебного приказа. На основании 126 статьи ГПК РФ. На основании 129 статьи того же ГПК РФ у любого из нас с вами есть возможность в течение 10 дней отменить судебный приказ без обязательных причин. Расчет у коллекторов только на это. Выск они полноценный зайти не могут. У них нет сопроводительных документов. Выска они полноценный пойти не могут. Почему приставы удивляются, что еще раз решено, я сказал почему. Потому что любой может заявление о выпуске судебного приказа. Я удивляюсь, почему люди до сих пор не понимают никаких простых вещей и остаются должны по судебному приказу. Вы не представляете, какой это ли вам любой пристав, если у вас есть знакомый пристав, скажет, что очень много искусственных производ, он введено на основании судебного приказа. Алло. 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 Добрый день. А я вас приветствую. Здравствуйте. Это юридический отдел компании Росденьги. Меня зовут Наталья Викторовна. Марину к телефону пригласиться. Юридический отдел прям-таки? Да? А вы юрист? У меня нет. А вы юрист? В юридическом отделе я делаю выводы, юристы должны работать, да? В своей передаче это были 2 часа. Нет, подождите, вы еще не отвечаете на вопрос? Ага. Или вы не готовы к конструктивному диалогу? Хорошо, будете готовы к конструктивному диалогу, перезвоните. Как только вам начинают задавать вопросы, нужно на них отвечать. Если вы инициировали разговор, если вы вторгаетесь в личное пространство человека, не нужно голос повышать. Это не свойственно юристам. Если в ваших фантазиях пыльных вы считаете себя юристом, то этого мало. Нужно еще быть готовым к конструктивному диалогу. Итак, я продолжу, хоть нам и мешает про судебный приказ. Судебный приказ надо отменять. Это сделать легко. Если вы его получили, у вас есть 10 дней, еще сложного написать хоть от руки. Хоть как угодно, в свободной форме. Но если вы прочитали судебный приказ, вот это вот заголовок, и упали в обморок ровно на 10 дней, и продолжаете ходить с туманом перед глазами, это говорит только о том, что вы ленивый человек. Такие простые вещи нужно знать. Законы пишут не для них, а для нас с вами. Если вы, как я сказал, ленивый человек, и не удосужились в элементарных вещах разобраться, будьте готовы, что вас будут иметь во все отверстия. Это правда, обычная житейская правда. И на нее обижаться не нужно. Так все устроено. И не только в России. Во всех других странах, где есть подобие законодательства, так устроено жизнь, по большому счету. Вот и все. Ну, судебный приказ, если вы чем 10 дней не отменили, а перед этим вы получили, в буквальном смысле подпись свою оставили, все реально, через 10 дней вы просто должны уйти. И уже отменить этот судебный приказ или что-то сделать очень сложно. Ну, практически нереально. Вот если вы узнали о том, что есть судебный приказ, но вы узнали об этом от судебного пристава, либо из-за действия судебного пристава. Но здесь все совершенно спокойно можно сделать. плейлист у нас есть. Посмотрите, да, что делать, если на канале. Там очень много на эту тему информации. Если непонятно что-то, оставьте заявку. Мы вас бесплатно проконфицируем на нашем сайте. Оставьте заявку. И мы вам поможем. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Микридит», Куньс Владимировна Николаевна. Александр Андреевич? Да, еще раз. Что-то не раз слышал. У меня слышал. Да, я слышал. Компания «Микридит», Куньс Владимировна Николаевна. Александр Андреевич? Да. Вы поможете, как из пулемета строчите. Говорите нормально. Я никуда не тороплюсь. Оплата поступит до 31 мая. Вы сначала все повторите. Я ничего ни слова не понял про тарахтели. Давайте тогда и перезвоню, если вы не слышите. До свидания. Все я слышу. Просто вы с дикцией что-то сделаете со своей. Здравствуйте. Заслушайте сообщение от конца. Взыскание вашей задолженности передано выездной группе. Позвоните в АО «Почта-Банк» по телефону 8 800 550 17 55. Повторяю номер. 8 800. Типа, вот, вы переданы на выездной группе. Они там действительно верят, что это страшно. Типа, если не хотите, чтобы мы к вам приезжали, позвоните. Да похер за вашу из другого. еще раз это было сейчас я крыть и капуста вам звонок николай сергеевич в отношении ваша задолжен а кто звонит а вы когда я как планируете за я имя не разобрал мне как-то не совсем комфортно говорить человеком мне не комфортно беседовать человеком когда я не знаю как нему обращаться следующий раз иван леонидович когда называете свое имя делайте здесь нечего стесняться не перебивайте меня договорились перспективу если вы хотите чтобы состоялся конструктивный диалог пожалуйста не перебивайте меня если вы не готовы к активному диалогу подготовьтесь и перезвоните после того как будете готовы к конструктивному диалогу вы меня слышите леонид а вы меня понимаете я вас понимаю вы теперь давайте проверим я сейчас буду говорить а вы молчать и когда я закончу только после этого вы начнете говорить итак начали 1 2 3 4 сдулся иван леонидович было кущение что они боятся что ли чтобы кто-то что-то вставил так сильно и часто их уже опускают на место что называется алкоголь игорь с вами уже много раз общались именно с вами вы меня разве по голосу не узнаете и много клиентов я вам ни разу не звоню а ну значит вашим именем кто-то представляется значит вашим именем кто-то представляется не может быть такого тогда что остается да это я сказал самом начале разговора сейчас имеет 34 день до просроченный долг кредитов на задолженности уже получается больше месяца вышли потому что сумму к оплате данный момент 4 дня это больше месяца даже не можно задумываться паузу делать то есть нет у нас в году дней которые хотя бы 34 месяца которые хотя бы продолжительностью 34 дня получаются попросочки вы уже больше месяца действительно были сомнения что вдруг к 34 дня это не целый месяц да ну ладно бывает что еще раз все забейте забейте сложная информация для вас забейте давайте дальше дальше можете вести разговор меня слышать да слышь к ним еще рассказал больше месяц сейчас задолженность я понял что дальше да да больше месяца что так и говорил почему оплата тогда не вносит больше месяца нарушаете условия договора с банком можете мне озвучить озвучить я не граммофон да да ну и сказать вы тоже не можете могу могу озвучивать ничего не хочу хорошо и почему же вы тогда не платите можете сказать могу а что вас интересует больше почему я не плачу или могу я сказать или не могу я сказать какой конкретно вопрос сформулируйте четко когда что у вас случилось третий вопрос да еще какой для вас важнее ответ получить на какой вопрос я вам еще раз озвучил один вопрос а вы озвучиваете согласен все смешно и потому что граммофон обычно но какой-нибудь аппарат я вам об этом сказал что я не буду озвучивать я не граммофон а вы свою очередь горите а я вам озвучу значит можно перефразировать а я граммофон нарушайте в каком месте у вас присоединена вот это вот труба готовьтесь к разговору вам всего злого 1 что-то еще граммофон и шипит как пластинка как на здравствуйте мы заботимся о вашей репутации ваших интересах дождаться ответа оператора пожалуйста здравствуйте здрасте евгений вечер тв это я вы кто это компания мба финансы специалист административного заскания ткачева ольга дмитриевна ведется запись разговора и грибе не вечера смеется просроченная задолженность компании кредит и фрос кредита 24 по займу который вы оформили 11 декабря прошлого года 116 дней просрочки сумма вашей задолженности 24 147 рублей 50 копеек сумма вашим кредиторам зафиксирована 30 дня просрочки компания вам не начисляет ни штрафа не пени не проценты но время отведенное вам для решения вопросов нашей организации подошло к концу вам необходимо произвести оплату в полном объеме сегодня крайний срок завтра вы намерены оплату произвести игорь евгеньевич ничего не перепутали что-то все про моего кредитора а потом время отведенное вам нашей компании вы кто такие вот будете мне время а что я должен охренеть от того чтобы как в этом нет я понял что коллекторы звонят но это не только порадовало и кто-то сообщил какой-то сказочник великолепный сообщил вам коллектором дебилов что вы можете кому-то какое-то время отводить да я срать на вас хотел с высокой колокольни да и все а что тут такого что отвечаю каким-то залетели тут ко мне на перьях отвели мне какое-то время а что проблемы какие проблемы где проблемы у вас есть проблемы на вашу контору все срут с высокой колокольни естественно согласен проблем много когда на тебя срут конечно уже ты же коллектор да какая разница кто на тебя стоит должник не должник главный результат что вы ходите обтекаете коллекторам блять слово такое откуда ты взяла без толочь коллекторал вот вас зацепляет это все да нечего ты уже должна привыкнуть уже уверен на сто процентов из десяти звонков 8 на тебя вот так вот реагируют сегодня сегодня можешь даже не умываться потому что еще раз 20 на тебя нагадят до какой степени их там колотит от бессилия от беспомощных вот они вот так когда себя ведут это означает что у них там вот нет я с подписчиками разговариваю ты не заслужена ты не заслуживаешь на тебя вообще внимание обращали обгаженная дичь сколько у них зла вот это вот ощущение беспомощности конечно же оно есть это сто процентов их там всех трясет они же не могут не понимать что все что нет могут совсем конченые от мороженого как их называют те думают что все неправду говорят над ними определенную работу проводят их рабовладельцы рассказывают что вот все что вам нужно это знать вот это более вам ничего не нужно потом выключаются и новые идет вызов и они молятся чтоб какой-нибудь овцы бычок попался который блеет или бабушка пенсионерка которая начнет и они получают моральное удовлетворение они тут же забывают что их только что обгадили с ног до головы они отрываются до единству минус они отрываются на овцах на людях которые как я сказал ничего не понимают ничего не знают если такой попадается вот они отливают всю свою ненависть на таких а в том числе она сегодня еще полдня впереди успеет наверняка потому что да друзья вы видите на канале много подписчиков много просмотров вы сами себе считаете грамотного человека вы правильно делаете вы уверены что бояться эту публику не нужно но шок людей которые считают по-другому гораздо больше очень много людей которые элементарно сдрагивают от звонков почитайте просто комментарии вновь появившиеся люди пишут буквально там комментария может быть день два где написано что я узнал ваш о вашем канале это кто-то подсказал дали там а до этого я вздрагивал от каждого званка что же что порождает страх испокон веков так считалось незнание порождает страх а что порождает не знаю лень незнание страх и бедность неотпроенность недовольство жизни там дальше продолжайте список можете в комментариях из вас могут назвать легко на скидку несколько человек которые подходят под эти критерии алло здравствуйте куда я позвонила не подскажете куда звоните мне нужна бабушка валерьевна но я звоню на ее телефон а вы кто простите а вы простите кто это уже знаете так существует так называемый социальный контракт когда вы звоните и вы в принципе должны рассчитывать давайте бездавайте будьте готовы конструктивному диалогу перезвонить ладно они на такой степени я же много раз об этом говорил еще раз знаю много людей подписывается на наш канал с разной интенсивностью но все таки алло они считают что если они работают в этой структуре то им не надо представляться в первую очередь они не понимают что такое социальный контракт знаете о чем я говорю социальный контракт это неписанный закон который установлен в обществе и грамотный вежливый человек должен придерживаться этих устоев этих вот обычаях понятия любой должен понимать если он звонит он торгается в личное пространство предполагаемого собеседника и должен понимать что он не может диктовать условия региона алло здравствуйте вам звонят из банка пойдем пожалуйста остановитесь на линии звонок переводится на оператора обращаем ваше внимание здравствуйте Ирина Евгенина это кто это банк пойдем меня зовут Елена Владимировна я могу услышать Ирину Евгенину зачем она вам я звоню на ее личный мобильный телефон хотела бы с ней поговорить вопрос мы не поняли да я спросил на русском языке зачем она вам чтобы поговорить а поговорить просто так да ну со мной можете говорить я знаю русские слова и готов побежать а вы кем приходите с ней а вы зачем это спрашиваете что-то может изменить давайте поговорим о чем я не знаю с кем я разговариваю да какая вам разница ну так или иначе я человек с одной вы можете поговорить совершенно спокойно не знаю с кем я не разговариваю а зачем вам это нужно зачем вам это можно а о чем мы с вами будем разговаривать я не знаю не знаю вы же хотели о чем поговорить просто поговорите по ходе нет спасибо всего доброго до свидания Хотите? Хотите? Алло? Алло? Алло. Да-да-да. Здравствуйте. Сервиз ДМФЕ Капуста, НКК, Центр финансов, Виктор Надежда Юрьевна, менеджер по работе с клиентами с данным разговором с этим. Я могу ли я услышать? Юлию Андреевну. Кого? Еще раз. Юрия или Юлия? Юлия Андреевна. А зачем она вам? Является клиентом компании, осталось от номера телефона как с моим личным. Нет, подождите, слышали вопрос? Я не спросил, кем она вам приходится. Я спросил, зачем она вам? О чем вы хотите... Является нашим клиентом. Я же вам ответила на вопрос. Нет, вы не ответили на мой вопрос. Я не понял, зачем она. Она является клиентом компании, и это пусто. Что не в понятном. Это понятно. Но на свой вопрос я ответа не получил. Зачем она вам? Вы уже спросили, о чем вы хотите с ней поговорить? В отношении займа. В отношении займа хотите поговорить. То есть у вас какая-то юридически значимая информация есть. Правильно я вас понимаю? Я могу ее сыпать или нет? Я не знаю о ваших физиологических возможностях. Скорее всего, можете, раз вы меня слышите. Все что ли? Не так уж то хотела поговорить. Сильба. Здравствуйте, это Банк ВТБ. Меня зовут Татьяна Анатольевна. Крестлана Юрьевна, это вы? Что вас интересует? Алло, здравствуйте. Я могу услышать? Юрьевна. По какому вам все интересует? Вы знаете такого человека? Да я с черт его знаю, какой человек очень хорошо узнаю этого человека. С кем вы ей приходите? А это какое значение не для вас? Передайте, пожалуйста, ей информацию, чтобы она связалась в течение двух дней в банке ВТБ. Зачем вы интересуетесь, кем я ей приходу в банке в банке? Для фиксации информации в системе банка. Интересно. Ну, если я вам скажу, что я сын ее, вы зафиксируете просто с моих слов, да? Все верно. А если я скажу, что ее прадед ее? Я вас поняла. У вас будет возможность передать информацию в течение двух дней в банке? В том даже смысле, что будет, она у меня есть такая возможность. Есть возможность. Я реально поняла вас? Она рядом стоит со мной, прям буквально, вот она. Полуметрия. Передайте, пожалуйста, ей трубочку. Она не хочет с вами разговаривать. Алло, вас не слышно? Она сказала, что она не хочет с вами разговаривать. Я вас поняла. По какому, наверное, мы можем с ней связаться? Что вы хотите сделать с ней? Связаться. Это для чего? Для передачи важной информации. Она не хочет с вами разговаривать. Я вас поняла. Всего доброго. До свидания. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Звонок с Альфа-Банком. Ведущий специалист департамента взыскания просроченной задолженности. Сергей Леонидович, Елена Александровна. Светлана, очень важно, что она на банкен приходится. Имеет значение для вас. Мне всегда очень интересно. Ведущий специалист. То есть вы кого-то ведете или вы ведущий с точки зрения основной? Знаете, как в эскадрилях, в самолетах, ведущий. То есть за ним идут ведомые. И он старший какой-нибудь по званию, опытный человек, пилот. А вы ведущий. В каком смысле ведущий? Действительно за вами кто-то стремится, подражает вам. Вы демонстрируете успехи в коллективе. На каком основании вам кто-то присвоил статус ведущий? Специалист еще? А я с кем разговариваю? Вы можете представиться? Могу, но меня зовут Кузнецов Дмитрий Евгеньевич. Ведущий специалист компании АЛЯН. Дмитрий Евгеньевич, очень приятно. А кем вам приходится, Светлана Иосифовна? Я, по-моему, вам четко дал понять, что прежде чем задавать вопросы, вы должны ответить на мои вопросы. Ну, я звоню не лично вам, я звоню на мобильный телефон нашего клиента. Вы звоните лично мне и доказательство тому, что вы слышите мой голос. Нет, я не вам звоню. У вас, значит, раздвоение какое-то, и вы не контролируете ситуацию. Вы слышите мой голос? Вы позвонили мне. Вы чем приходите с Светлане Иосифовне? Я же вам ответил уже, как мы сможем выстроить наш диалог. Нет, вы не ответили. После того, как вы докажете мне, что вы действительно ведущий специалист, и это звание, этот титул действительно получили заслуженно, ну, тогда мы продолжим. Ведущий специалист. Давайте так, давайте будем честны друг другу. Давайте будем абсолютно честны. Сейчас вы отрекнитесь и скажите, я не ведущий специалист, я простой оператор колл-центра. И тогда вы узнаете, кем она мне приходится, вы узнаете, как она к вам относится, как я к вам отношусь, какие у вас перспективы, и куда вам пойти. Окей? Вы Светлане Иосифовне проинформируете, знаете, личное ждание звонка. Вам доказывать мне. Все, что вам нужно, чтобы я начал ваши просьбы воспринимать, сказать то, что я уже сообщил вам, что вы простой оператор колл-центра. И ваши рабовладельцы не дали даже вам возможность самостоятельно отключиться. Алло, еще что-то? Ведущий специалист. Оператор. Оператор. Внимание! Альфа-банк сообщает о наличии у вас задолженности. По вашему долгу... Хитро. Научили на робота переключать. Что ж. Аплодируем. Находчивость. Добрый день. Меня зовут Анастасия, сотрудник Альфа-банка. Подскажите. Денис Сергеевич. Это вы все верно обращаете? Да, конечно. Вас еще плохо слышно. Это вы правильно понимаю? Да, да, говорю, конечно, я. Ага, все хорошо. Звук предоинформирования наполнен о предстоящем платеже по вашему критному продукту. Вам необходимо до 29 мая внести платеж в сумме 94 тысячи рублей. Вы подскажите, успеваете ли мне оплату в срок? Да, конечно, еще копейки, конечно. 94 тысячи. А хорошо, через банкомат будете оплачивать или приложение нашим пользователям? Да нет. Порточку закину в ближайшее отделение банка. Через банкомат будете? 94 косаря. Так что, какие-то мелочи. Завтра не ходил, не оплачивал 94 косаря. Думаю, что у меня карман жмет? О, а у меня тут 94 косаря лежит. Нормальный? Вы там нормальные? Вообще, там нормальных подбирают людей? Я имею в виду, когда ты открываешь перед собой вот эту писанину. Ты вообще понимаешь, какой ты вопрос задаешь человеку? Ты вообще вникаешь, что ты прочитала там? Чудо ты, малолетняя. Бесполезно. Отображается информация. Так ты у себя ее в голове анализируй. Ты же сказала 940 рублей. Даже не 9 тысяч. Ты сказала человеку 94 тысячи, когда внесете. Ты больная. У тебя, блядь, ты в руках держала такие деньги хотя бы, а? Ты понимаешь, что не может человек взять просто и поедет. Да не перебивай ты, блядь, тарахтелка. Я тебе очень полезные вещи говорю. Если ты работаешь какой-то, должна осознавать пользу или вред от тебя. Идет. 94 штуки вы, говорит, когда внесете. Ты что, подозреваешь, что можно вот так вот просто спросив, услышать, да, сейчас действительно я шел как раз оплатить. Через какой источник будете оплачивать? Да так вот через кассу, да. Да вот просто 94 тысячи. Человек имеет такие долги не потому, что он не хочет отдавать 94 тысячи, потому что у него беда, скорее всего он в беде. У него трудности в жизни. О какой целях информирования? Ты должна задуматься сама вечером после работы своей Скотской. Где ты работаешь в целях информирования? Ты должна осознавать, почему человек должна себе вода замолчит и сказано тебе. Ты должна осознавать, задать себе вопрос в голове, почему человек не отдает эти деньги. У него беда наверняка, у него трудности, ему действительно нужна помощь. А я прихожу на работу и таких людей еще больше опускаю вот в эту гадкую ситуацию. Способствую, блядь, врагам народа, которые в банках там сидят, чтобы население, твое же население, твоих соотечественников загоняют в долги. Дурой малолетние, а? Идут. 94 тысячи когда внесете? Другой там, смотрите, 170 тысяч когда внесете? Точнее, завтра внесете, а? Вы сами с собой, с мозгами, со своими дружите. Выключайся давай. 94 тысячи. Включите мозги наконец-то, звонилки, а? Я к вам обращаюсь. Блин. Включите свою голову, а? Вы что творите? Ну просто задуматься. Просто задуматься, елки-палки. Что вы делаете? Я уже не знаю, какие слова подобрать. Кто там? Здравствуйте, Андрей Алексеевич. Да, слушаю вас. Спасибо, что ответили на звонок. Меня зовут Ольга, МТС-банк. Для вас имеется важная информация. Скажите, пожалуйста, вам надо сейчас разговаривать? Давайте поговорим. МТС-банк благодарит вас за сотрудничество. Из знак признательности предлагает своим надежным клиентам новый финансовый продукт, аналогов на рынке которого еще нет. Мы предлагаем вам нашу новую универсальную кредитную карту МТС-кэшбэк, благодаря которой вы сможете получать кэшбэк до 10 тысяч рублей в месяц. Вы сможете также получить кредитный лимит до 300 тысяч рублей. Я не пользуюсь кредитами. Я живу посредством. Но иногда планы могут внезапно менять. Нет, никогда мне не нужны кредиты. Я живу посредством. Ну, например, вам нужно что-то срочно купить и определенно самодезаправить. Я заработаю. У меня есть буфер безопасности финансовой. Вы также сможете получать кэшбэк до 10 тысяч рублей в месяц. У меня не нужны какие-то кэшбэки. Это хоть самой. Хорошо. Андрей Алексеевич, я вас услышала. Тогда в таком случае благодарю вас за уделенное мне время. Всего доброго. Еще что-то? Друзья, я как бы заманчиво не звучали эти предложения от этих вот. Замануха. Это приглашение в долговое болото. Долговое рабство. Поэтому, как бы вам тяжело не было, отказывайтесь. Отказывайтесь от таких предложений. Поверьте, потом спасибо скажете мне и всем тем, кто вам рекомендует поездить. Лучше, как бы не тяжело вам было, лучше жить посредством. Я понимаю. Да, речь идет о срочных делах. Но сейчас дело не о срочных делах, а просто о халяве. Чувствуете разницу? Болезнь близкого человека, какая-то действительно настоящая невыдуманная проблема. Поэтому, лучше с хлеба на квас перебиваться. Но если у вас нет никаких срочных финансовых проблем, пожалуйста, не лезьте. Можно обойтись обычным телефоном. Можно ездить на старенькой машине, либо на трамвае. Все, что угодно. Если у вас нет опыта, если вы уже были в долгах, или не понимаете, как устроена жизнь в финансовом смысле, да, будьте к себе честны. Очень мало людей добросовестно выходят из кредитной зависимости. Я имею ввиду тех, когда я говорю термин добросовестно, то есть добросовестно по отношению к себе. И в том случае не нужно соотносить этот термин в контексте того, что надо добросовестно к банкирам относиться. У них совести на вашу сторону ноль. Что у них нет своих денег. В кредит выдаются нарисованные цифры на компьютере. Отдавать придется свои. Нет этих денег в природе. Если даже все должники вместе соберутся, они не смогут отдать ей одну десятую часть всех долгов с их кредитом. Услышали цифры? Эдвард Владимирович, здравствуйте. Здрасте. Алло. Да, я слушаю вас. Кто это? Здравствуйте. Я представлюсь. Это профессиональная служба разыскания ООО ЛККБП. Меня зовут Антишин Андрей Дмитриевич. Ведется в записи разговора. Угу. Хорошо меня слышно, Эдвард Владимирович. Что еще раз? Вы меня хорошо слышите? Ну, если вы будете помедленнее говорить, то мне удастся поговорить. Я вас очень плохо слышу. Вы тихо говорите. Алло. А в чем причина, я не пойму. Очень тихо вас слышно. Алло. Да, я вас слышу. Так слышите или нет? Да. Ну, а что говорите, что-нибудь... На поводу задолженности залог вам поступает ваше. Ну, хорошо поступает. Сумма долга у вас на текущий день составляет 13 145 рублей 76 копеек. Копание выставил вам требование крайне. В течение суток вам долг нужно полностью оплатить. Каким способом оплату будет производить? А смотрите мне такое. Как ваше имя иностранство? Просто хочу поговорить. Андрей Дмитриевич. Как? Простите. Андрей Дмитриевич. Посмотрите. Когда я слышу формулировку названия организации, допустим, профессиональная баскетбольная лига, профессиональная хоккейная лига, то я подразумеваю, что в этой лиге, в этой организации работают исключительно профессионалы своего дела. То есть вы сейчас, заявив, что вы профессиональная служба взыскания, тем самым утвердительно заявили, что вы профессионал. Я правильно понял? Не понимаю тему данного разговора. Ну, мне просто понять, с кем я разговариваю. С лицемером, дилетантом, с человеком, у которого завышенные амбиции, или наоборот с неуверенным неудачником, а может быть действительно с профессионалом, который умеет взыскивать, и сейчас меня расплющит в лепешку, и я пойду последнее отдам, ну или приму решение какое-то в эту сторону. Напомню, за мной поступает в компании Турбаза. Ну да, профессиональная служба взыскания. Или уже все, уже не профессиональная теперь? Я ответил, сначала взял это. Ну, я поэтому и задаю вопрос. Я услышал слово профессиональная служба взыскания. Поэтому и возник вопрос. Действительно я с профессионалом разговариваю? Или с неудачником, дилетантом, типа там, как мамино счастье. Это человек не смог самореализоваться, и решил таким вот образом, за счет каких-то других инструментов, попробовать себе какие-то амбиции воздушные нарисовать. И тогда непрофессионально, даже не полупрофессионально, даже не знаю, какой термин тут правильнее применять. Хотя ваше руководство, скорее всего, ваши рабовладельцы, действительно, когда организовали эту всю шарагу, думали, что они наберут сейчас боевиков из 90-х, ребят со сломанными ушами и носами, и умеющими действительно взыскать. То есть пришел, получил. А получается набрать, выходит, только шавок, способных тявкать за косточку, и надеющихся на то, что какая-то бабушка, услышав термин «профессиональная служба взыскания», сядет на свою толстую задницу. Да, чувачок? Идите в конструктивное дело. Да я конструктивный, куда конструктивнее. Или тебе не нравится то, что ты слышишь? Естественно, тебе не нравится слышать ничего подобного. Ты никогда в жизни не признаешь, а это тебе нужно было сделать в первую очередь, что ты слабое звено. Ты чмо. И как только ты начнешь в это сначала потихонечку верить, а потом убедишься в этом и сам себе утром в зеркале об этом заявишь, тогда тебя ждут успехи. Тогда ты пойдешь чистить сарай, как говорит доктор Преображенский в шикарном фильме «Собачье сердце», заниматься своим прямым делом. Но, сынок, видит с вами неконструктивный характер. До свидания. Ты чмо. Запомни это раз и навсегда. И каждое утро, просыпаясь и видя себя в зеркало... Алло. Здравствуйте. Здрасте. Эдомарс Вадимович, слышите меня хорошо? Отлично. Отозвонок в Совкомбанк, специалистов Антона Андреевича, я имя-отчество не расслышал. Не торопитесь, пожалуйста. Антон Андреевич. Антон Андреевич. Ну что? Клубки продуктов, деньги на карту, а долг имеется, сумма на сегодня не вставляет порядка двух тысяч рублей. Не надо тараторить. Я опять придется переспрашивать, а вам придется повторять. Антон, пожалейте сами себя. Турок. Раз, пропаданного, вновь это деньги на карту. Необходимо текущую задолженность погасить. Когда отступает оплата? Никогда. А чем стоит ваша проблема? А что, за что есть проблема, Антон? Проблемы ваши. Вам же деньги нужны. Вы же с меня хотите получить. Я мог бы это назвать своей проблемой, если бы я от вас действительно мог, хотя бы даже в перспективе создание вами каких-то трудностей в мою сторону. Но я знаю, кроме звонков, от Антошек таких ничего меня не ждет. И все. Не говорите, пожалуйста, по крайней мере, что плохо слышишь вас. Ой, Антошка, еще и глухой. Ну, что поделаешь. Ну, хорошо, что ты этого не услышал. Дальше что там у тебя? Повторите? Давай дальше попрошайничай. Сейчас никто не попрошайничает. А что ты делаешь? Вы не производите оплату в банк? Дайте денег, дайте денег, дайте денег. Ну, естественно, попрошайничай. И вот если не будешь со мной в параллели разговаривать, я тебя буду понимать. Если ты будешь со мной в параллели разговаривать, не перестань разговаривать со мной в параллель. Перестань, пожалуйста, это делать. Вот теперь говори. Вы не отвечаете на вопросы. У вас имеется задолженность по обоим продуктам. Вы говорите, оплата не поступит никогда. Да, я ответил на твой вопрос. Когда поступит оплата? Я сказал, никогда. Ты говоришь, не отвечаю на твой вопрос. В чем стоит проблема-то тогда? Да нет у меня проблем. Чего ты решил, что у меня проблема. Это у вас проблема. Вы хотите получить с меня деньги. Вам что-то там не хватает. Ты считаешь, что у меня проблема? Нет у меня никаких проблем. Это проблема у вас. Если бы у вас не было данной необходимости, вы бы не вносили даже первые два платежа. Мало ли, что я когда-то делал. Мало ли, что я когда-то делал. Прошлого нет. И будущего нет. Есть только настоящее. Здесь и сейчас. Вот здесь и сейчас от настоящего зависит твое будущее. Не говори со мной в параллель, Антон. Антон, не говори со мной в параллель. В очередной раз я тебя предупреждаю. Иначе я ничего не понимаю и буду вынужден переспросить. Повтори, пожалуйста, что ты сказал. Я вам сказал, давайте вернемся к сути диалога. Мы не уходили от сути диалога. И к вопросу, почему не поступает оплата? Не поступает и не поступает. Без причины. Потому что я не плачу ничего. Ты что, не понимаешь простых вещей? Почему оплата не поступает? Потому что ее кто-то не осуществляет. В нашем с тобой случае и я этого не делаю. Или это делаю, как правильно. Поэтому она и не поступает к вам. Никто вам ее не отправляет. Вот она к вам и не поступает. Давайте вернемся именно к сути. Да это суть. Другой сути ты не услышишь. Антон. Я вам звоню, не философствует сами. А я с тобой не философствую, боже упаси. Ты попрошайничаешь, я тебе говорю, что ничего не получишь. И все. Это ваше мнение. Это ваше мнение. Конечно, мое мнение. Я и горжусь тем, что у меня есть свое мнение. В отличие от них, от Антонов. Ну да. А что плохого, действительно? Антошка не выдержал. Друзья. Ну вот такой получился сегодня ролик. Такая зарисовочка. Я надеюсь, вам понравилось. Если вам понравилось, естественно, ставьте лайки. Ну и подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы появление на узнавательный ходу нового материала. Если вам нужна юридическая защита от юристов компании Алям, пожалуйста, тоже информация в официальноме этого ролика. Да и любого другого. Там есть ссылка на наш сайт. Можете позвонить. Можете оставить заявку. Ну это, скажем так, в приоритете, чтобы звониться непросто. Сообщим вам, что у нас, наверное, самое дешевое в России предложение по банкротству. 105 тысяч рублей. Поэтому поинтересуйтесь у наших специалистов. Может быть, вам действительно процедура банкротства нужна. Но я попрошу не торопиться с выводами. Не каждый может оформить процедуру банкротства. Хотя на первый взгляд может показаться, что идеально подходит человек под процедуру банкротства. Нет. И в более щадящие моменты не обязательно быть банкротом. Можно и так справиться с ситуацией. Как вариант создать условия, когда вашему кредитору будет выгодно отказаться от претензии. И об этом подробно рассказано у нас на сайте. В ролике «Как не платить середит законно». Вот этот ролик. Нажимаете на услуги. И здесь на сайте нажимаете на вкладку «Услуги» и попадаете на этот ролик. Посмотрите внимательно. Если даже вам, может быть, и не нужно обращаться к нам за помощью, в любом случае, это будет очень полезно для вас. Информация дается такая, с помощью которой вы, очень часто так бывает, сможете самостоятельно разобраться с ситуацией. И на первый взгляд она может показаться сложной. А сколько вы изучите, помните, я говорил, незнание порождает страх, неверные выводы. Можно добавить. Так вот, как только вы познакомитесь с этой информацией у нас на сайте, мы опять полку тогда и открываются глаза. Не полемитесь, потратите час от своего времени, это будет очень, этот час будет очень полезно проведен вам. На этом все. Мой был Кутинцов Дмитрий. Я желаю вам счастья, здоровья, друзья, и финансового благополучия вам и вашим близким. До новых встреч. Лучше. Благодарю вас. Субтитры подогнал «Симон»